Сегодня здесь занимаются воспитанники 5-й спортивной школы. Организаторы отмечают массовость тренировок. В этот раз присутствовали более 150 человек. Дамир Хатхоху занимается 4 года. Уже имеет оранжевый пояс. Это третья ступень в карате. Можно с помощью карате защититься. Научишься технике. В планах черного пояса найти. По словам тренеров, большая часть ребят – отличники и в школе. Отмечают, что во многом это благодаря занятиям спортом. Так как дети приучаются к дисциплине с малых лет. Глядя на своих сверстников, многие мальчишки, случайно оказавшиеся на тренировке, решили пополнить их ряды. Понравилось, как тут занимаются. Тут приемы всякие делают. Это как бы и пропаганда, здоровый образ жизни. И в то же время это наше отношение к труду, к нашему, к нашей работе. Я хочу сказать, что летних каникул у нас не бывает. Поскольку дети все в основном преимущественно освобождаются от школьных нагрузок. Мы стараемся сделать акцент на физическом воспитании. Дети чувствуют прежде всего в себе те преимущества, которых нет у их сверстников. Они более адаптированы взрослой самостоятельной жизни. Потому что они с малых лет могут держать ответственность за свои решения, за свои поступки. А это самое главное. Самое главное, они вовлечены в огромную спортивную жизнь. Для некогда подумать о плохом. Для некогда думать о компьютерах, об улице, о каких-то вредных привычках. То есть мы пытаемся сделать все, чтобы они находились именно в этой динамике. В Анапе очень сильное движение карате. Во многом и благодаря профессиональному тренерскому составу. Анапская каратистка Елена Валиева училась в пятой спортивной школе под руководством Александра Кима. Сейчас она чемпионка Европы, мастер спорта международного класса. Наставники уверены, в Анапе удастся взрастить еще не одну звезду мирового спорта. Самое главное, на курорте есть отличная спортивная база. А спортсмены всегда найдутся. Возможно, в скором времени их ряды пополнят и дети из летнего лагеря общеобразовательной школы.